Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами направимся на восток вместе с брендом косметики MAC. Мы сегодня будем тестировать их новую коллекцию, которая посвящена выходу диснеевского ремейка, диснеевского мультфильма же, который, как вы могли догадаться, называется Aladdin. У меня здесь частично есть эта коллекция. Пришлось вообще-то побегать, чтобы все вот это приобрести, что я сегодня вам буду показывать. И, конечно же, звездой этой коллекции, сразу вам раскрою такую небольшую тайну, является вот эта вот палеточка. Ну, хотя какая-то тайна, палетка тенеет, по-моему, всегда звезда любой коллекции макияжа. Вот, смотрите, вот такая вот палетка. Все, чтобы вы стали похожей на принцессу Жасмин. Кстати говоря, интересно, что палетка в достаточно, вообще-то, нейтральных цветах. Здесь есть бежевый, есть золотистый и, по большей части, какие-то такие лилово-коричневые оттенки. Ну, то есть, вот прям, чтобы, чтобы стать принцессой. Также в этой коллекции вышли еще две пудры, одна из которых неожиданно вот такого вот цвета. Это именно пудра. Ой, какая пудра, что я вам говорю? Именно пудра, еще так вещаю, именно пудра. Это румяна вот такого вот цвета. И также румяна вот такого вот цвета, золотистого. Ну, понятное дело, что те, у кого кожа посветлее, будут использовать это в качестве хайлайтера и, например, бронзера. Кстати, бронзер, он матовый. Еще в этой коллекции, что у меня есть? Вот такая вот помада и блеск для губ. Также в ней вышли, вообще-то, помады в четырех оттенках. У меня, получается, один из них и с разными финишами. Четыре, по-моему, блеска для губ. Еще рассыпчатый пигмент для век. И что еще, что еще. И блеск для губ, который называется Crystal Glaze. Но я решила, что это, знаете, уже слишком много. Так что я думаю, что нас удовлетворят те вещи, которые мы сегодня с вами будем пробовать. Знаете что, давайте сразу попробуем блеск для губ, потому что я не знаю, как у нас потом все сложится с макияжем. Захотим мы оставить помаду или намажемся блеском. В общем, как пойдет, это мне совершенно все неведомо. Блеск для губ у меня в оттенке Jewels on Jewels. Там все названия оттенков, понятное дело, связаны с фильмом Аладдин. Это прям такая большая коллаборация была у Мак и Диснея. И это блеск, который такой, знаете, бежевато-какой-то красный с золотистыми блестками в составе. Ну, вообще симпатично, но вы знаете, я небольшая поклонница блесков от Мак. Просто по той причине, что они очень стойкие. И из-за того, что они очень стойкие, ну, в общем, одно из другого проистекает. Они прям такие плотненькие и сильно-сильно блестящие. Ну, и как бы вот это ощущение такое жирненькое, липкенькое. На губах мне не очень нравится. Особенно, если там волосы летят. Ой, все, на губы нападает, нападает. Блеск нападает на губы, волосы нападают на губы. Что происходит вообще? Это Аладдин или какой-то фильм ужасов? Ну, в общем, вы поняли. Все прилипает к губам. Еще сейчас, кстати, у нас июнь, тополиный пух. И вообще все летит. И придете, знаете, накрасьтесь с утра, придете на работу. И у вас будет вот тут такое гнездо просто из этого тополиного пуха. Ну, в общем, вы поняли. Блеск симпатичный, но как бы немножко не мое любимое. Вообще от бренда MAC. Кстати говоря, если вы хотите, мы с вами снимем видео. Я сниму. А вы посмотрите видео про мои топовые вообще покупки за все время от MAC. Те вещи, которые мне очень сильно понравились у этого бренда. И которые я, безусловно, рекомендую всем приобрести. Ну, а мы с вами переходим к палетке теней. И, в общем, вы поняли, если вы хотите такое видео, напишите в комментариях. Мы переходим к палетке. Палетка на 9 оттенков. То есть, ну, вот эта вот стандартная девяточка от MAC. Здесь у нас вот эта вот... Она тут как-то вставлена, что ли? Как ее вытащить вообще? Пластиковая подложка, чтобы тени не повредились. Ну, и, в общем, давайте что-нибудь с этим сотворим. Сколько здесь матовых? Сначала проверим. Раз, два, три матовых. Все остальные какие-то сияющие. Вот этот я оттенок уже посвочила. Меня прям сильно заинтересовал. Это какой-то вообще странный случай. Там много каких-то отдельных блесток. Такой, знаете, шиммерный, но достаточно рыхлый. И блестки как будто другого совсем цвета, не подходящего к этому оттенку. Ох, бьюти-блогерские объяснения. У меня сегодня просто на высоте. Так что давайте сейчас что-нибудь с ней сделаем. Так, ребят, настроение момента, когда задолбался красить глаза. Просто сидишь, тушуешь, 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 тушуешь. И все равно получается не так, как хотелось бы. Что хочу сказать по поводу этой палетки теней? Ну, она такая, на самом деле, реально спорная. Потому что здесь многие оттенки осыпаются настолько сильно, что, вот знаете, такая ситуация, когда у вас настолько много теней под глазами, что там либо уже смываешь все лицо и заново все делаешь, либо изначально надо было красить первыми глаза, а потом все лицо, либо кладешь просто дико толстый слой консилера, чтобы это как-то замаскировать. Учитывая, что это еще и блестки, они могут просвечивать. Ну, в общем, как-то так. Оттенки, которые больше всего осыпаются, это вот этот, про который я вам говорила. Там какой-то сложный шиммер в нем такой, неблагонадежный очень, которому я не доверяла и правильно делала. Дальше вот этот самый темный оттенок, он смотрится каким-то черным, но на деле он, знаете, такой, как будто очень темно-фиолетовый цвет. Ну, и вообще все оттенки на деле уходят в такой чуть фиолетовый. Ну, все, какие все? Вот этот и вот этот, и вот этот тоже фиолет, и вот этот скорее такой сизо-розовый. Есть здесь еще серебристый, который мне не удалось попробовать. Кстати, очень не понравился вот этот вот оттенок бежево-золотистый, наверное, его можно назвать, потому что он тоже прям такими отдельными хлопьями ложится, что пальцем, что кистью, вообще чем угодно. Ну, в общем, палетка, честно говоря, так себе. Если бы она была целиком матовая, было бы очень здорово, но она какая-то полушиммерная, полусатиновая. Ну, такая прямо, скажем, проходная палетка. Я бы не рекомендовала ее покупать, хотя здесь очень красивые оттенки. Ну, реально, вот подборка красивая. Ну, из-за исключения того самого неблагонадежного, который просто очень плохо себя ведет. Что у нас дальше? Дальше мы с вами будем делать, делать что? Лицо. Мы будем красить лицо. И лицо мы будем красить при помощи вот этого вот бронзера-пудры. Посмотрим, как он на цвет. Ну, он прям такой сильно оранжевый. Кстати, я думаю, что очень хорошо эта коллекция, скорее всего, будет продаваться в Арабских Эмиратах, потому что, ну, там, в принципе, очень популярен мак, и плюс очень, там, такое бережное отношение к любым каким-то таким упоминаниям вот Востока, вот этого всего, этой всей эстетики. Они это очень любят, и я думаю, что они прям, ну, ура, восприняли идею этой коллаборации. И давайте попробуем этот бронзер. Что он с нами сделает? Сделает ли он из нас принцессу, принцессу Жасмина? Это очень вряд ли, потому что, по-моему, цветотип у меня совсем не тот. Но мы попытаемся. Ну, ребят, цвет, конечно, вообще не мой, потому что, ну, прям видно его на моем лице. Он какими-то немножко такими ложится кусками, и потом сложно его растушевать, но именно потому что очень интенсивный для меня цвет, очень-очень теплый и глубокий. Но я думаю, что если прям сильно загореть, то будет хорошо, будет в самый раз. И последнее, нет, не последнее, у нас еще есть помада. Мы с вами будем пробовать бронзер. Вы видите здесь, да что ж у меня? У меня сегодня какая-то каша в голове, вы заметили? У меня пудра, румяна, бронзер, вообще все перемешалось. Мы с вами будем пробовать очередные румяна, которые как бы для нас будут хайлайтерами. Это вот такой вот сильно-сильно золотистый оттенок, который называется Always One Jump Ahead. То есть всегда найден прыжок впереди. Если вы помните классический диснеевский мультик Аладдин, то, в общем, чем он там занимался, это тем, что прыгал, прыгал, прыгал и что-то крал, потому что Аладдин это хитрый воришка. И давайте возьмем кисточку, попробуем, как это будет выглядеть. Я, кстати, признаюсь, до сих пор не сходила на фильм и не пойду, потому что я не люблю ходить в кино. Я люблю дома смотреть кино, знаете ли, когда у вас полный комфорт, куча вкусной еды, никто не сидит рядом, никто не хрустит там своими чипсами у вас над ухом. Но в этом как бы не только это причина, что я не люблю ходить в кино, а еще причина в том... Ух-ух-ух-ух. Смотрите, какое сразу сияние безумное. А причина еще в том, что я не очень как-то рада тому, что выходит этот фильм. Ну, как сказать, не то, что я против, ради бога. Выпускайте. Но я посмотрела, какой актерский состав, посмотрела трейлеры. Это, конечно, фильм, он больше на такую совсем детскую аудиторию. Ну, оно и понятно, потому что мультфильм тоже был такой... Классический мультфильм, он направлен на детскую аудиторию. Я, кстати, его очень любила, когда была маленькой. И я, кстати, не поклонница Уилла Смита. Мне кажется, он тот еще чудак. Много всякого он выдает вообще в интервью очень странного. Но, тем не менее, я помню, что когда-то, когда я была в подростком возрасте, мне нравился фильм «Дикий-дикий вест». Вообще, трэш был тот еще, он провалился в прокате. Но мне кажется, многим, кто примерно одного со мной возраста, он все-таки запомнился, потому что он был такой очень своеобразный и реально пользовался успехом у подростков. Так, теперь мы добавим немножко бронзера, наверное, вот в складку века, просто чтобы как-то это все уравновесить. И уже накрасимся финально помадой. А вот что мне просто дико-дико-дико понравилось, это вот эта вот помада. Это оттенок, который называется «Раджа». Вот такой вот богатый какой-то винно, не знаю, винно-коричневый оттенок. Это матовая помада. Они там есть в разных текстурах. Есть две матовых. Есть, по-моему, «Амплифайт» называется эта у «Мак Текстура». И есть еще «Вельвет Мат». Вот это вот просто матовая. И супер-классная, супер-комфортная матовая помада. Такой красивый оттенок. Вообще, просто-просто арабская волшебная сказка. Ну, в общем, что хочу сказать по поводу этой коллекции. Конечно, в первую очередь она предназначена, наверное, все-таки для любителей каких-то очень контрастных макияжей или обладателей более контрастной внешности. Кстати говоря, я, как мне странно, не очень много видела в Инстаграме каких-то макияжей там с этой палеткой теней. Палетка теней мне не особо понравилась. Именно по качеству я считаю, что из именно теней мака они очень классные, как правило. Вот эта палетка вообще ни разу не выдающаяся. Она осыпается, она очень сложно растушевывается. Ну, как бы понятно, здесь есть такие сложные оттенки. Но вот этот, это прям вообще какой-то, знаете, как на ковре самолете, наверное, в первый раз летать. Такие же надо усилия и такой же ужас переживаешь, когда понимаешь, что у тебя не тушуется. Вот здесь вот все прилипло, никуда не тушуется. В общем, на этом, наверное, нужно закончить нашу арабскую ночь. Блеск нормальный, как бы симпатичный. Ну, просто я такую текстуру не люблю. Вот эти вот две штуки. Бронзер прям вообще супер-супер-супер темный, супер рыжий. Хайлайтер, ну, вы видите, мега золото. И вообще, вообще интересно. Вообще прям такое золото, красиво. Но, опять же, это были все румяна, по идее. А это обычные вот эти, как они называются-то там, господи, паудерблаш, обычные маковские, как бы румяна. Вот, заканчиваю на этом сегодняшнее видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось, что вы получили некое удовольствие от его просмотра. Ну и, в общем, наточите свой клинок и вперед, как говорится, у нас на Востоке. Желаю вам сегодня, чтобы вас ковер-самолет от забот унес. И все у вас было замечательно. В общем, никаких, чтобы забот у вас сегодня не было. Все было хорошо, восхитительно. И чтобы вы жили как будто в волшебной сказке сегодня и всегда. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!